Привет всем! Что-то давно мы уже не готовили с вами завтраки, а тут у меня в друзьях, в одноклассниках появился настоящий повар, повар детского сада. И я не могла не воспользоваться такой возможностью и выведала все секреты двух самых любимых блюд всех детсадовцев. Это омлет и запеканка. Поэтому сегодня я пробую повторить завтрак как в детском саду. Готовим на завтрак омлет и запеканку. Запеканку я буду делать из двух килограммов деревенского творога. На выходе должно получиться в районе двух с половиной килограммов запеканки. Итак, на два килограмма творога берем четыре яйца. Размешаем их венчиком. Не взбиваем, а просто перемешаем. И добавляем стакан сахара. Тут по сладости кто как любит. Я пока добавлю стакан, потом подумаю, может быть добавлю еще. Полстакана молока. И добавляем сюда полстакана манки. Перемешали и оставили минут на 10-15, чтобы у нас маночка разбухла хорошо. А сейчас творог. Я еще раз повторяю, творог у меня крупнозернистый, деревенский, настоящий. Поэтому его, конечно, хорошо было бы помолоть, как-то измельчить. Обычно это делают при помощи сида. Но так как объем не маленький, и я понимаю, в детском саду никто тоже с ситом не мучится, я решила это сделать с помощью мелкой мясорубки. Так, ну здесь в жидкой смеси все растворилось. Добавляем ванилинчика для аромата. И выкладываем сюда нашу творожную такую смесь. А сейчас все тщательно перемешиваем. Форму смажьте хорошо растительным маслом и присыпьте сухарями. Теперь выкладываем сюда нашу запеканочку в сыром виде еще, конечно. Разровняем верх лопаточкой. И верх тоже присыпем слегка сухарями. Все, ставим в духовку на 170 градусов до готовности. Тут душа поэта не выдержала. Саше стало дико интересно, как же это на самом деле готовится. А готовится омлет, как в садике, Саша, очень просто. Берутся яйца и разбиваются. 10 яиц. Пока ты мешаешь, я посолю. Я тебе открою один секрет. Мешают всегда в одну сторону. А я всю жизнь думала, что в две стороны. Но что в этом смешно? На 10 яиц нужно всего лишь 200 миллилитров молока. Вот в этом и есть главный секрет. Потому что, когда много молока, в общем, омлет получается совсем не тот. Если килограмм яиц, то сколько молока? Ну, одно яйцо весит где-то 60 грамм. Сколько в килограмме яиц? Когда смесь хорошо перемешали, вылейте ее в промасленную хорошо форму. Промасленную масло. Промасленную маслом. И теперь нужно поставить это в духовку на 170 градусов минут на 20. Может быть, 25 до готовности. Ну что, омлет с запеканкой готовы? Выглядит аппетитно, да? Будем пробовать. Начнем, конечно, с омлета. Запеканка – это то, что послаще. Мы это оставим на потом. Так, пробуем положить омлетик. Ого! Похоже? Немного. Вот видите? Это тебе. А это мне. Пробует и главный эксперт. Я не помню, как в садике. Давно это было. Но, если вы бываете в столовой, и там бывает омлет, то похоже. А ты с чем любишь есть запеканку? С сгущенкой. А я со сметаной. Ну, садики всегда со сгущенкой. Со сгущенкой вы говорите? Ой, ну какая красота. Смотри. Воздушная, белоснежная. Ты можешь начинать пробовать. Вкусно. Ой, вообще обалдеть вкусно. Я думаю, как в садике. Я думаю, такую запеканку. Вообще, грех детям не давать. И заметьте, в ней даже нет муки. Все самое полезное. Яйца, молоко. Чуть-чуть манки. И, конечно, творог. Ну, запеканочка шикарная. В общем, завтрак удался. Спасибо за раскрытие секретов. Кушайте, как в детстве. Кушайте вкусно, так же полезно. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик. И пока! Всем пока! Всем пока!